Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. 1 мая, день Космы, назвал честь святого отца Космы-исповедник. С юных лет, возлюбив Христа, он оставил суетный мир и постригся в монахе. Проводил строго подвижническую жизнь и достиг совершенства во многих добродетелях. Как говорили о нем, сделался обителью святого духа. Впоследствии святой Косма был назначен епископом в город Халкидон. В сане епископа он усердно защищал православное учение. Выступал против еретиков и коноборцев, за что многократно страдал. Май месяц. Май месяц считался сердцем весны и юностью года. Природа возрождается во всех своих проявлениях. Эмоциональный настрой, жизненная активность на пике формы. Народе верили, что святой Косма беспокоится о простых людях, чтобы они не испытывали голода. Поэтому он защищает посевы от холодов и засухи. Ему молились о богатом урожае. В этот день старались посадить корнеплоды, свеклу и моркову. Утром перед посевом подходили к колодцу и сбрызгивали семена родниковой водой. Затем бросали в колодец медные монеты, чтобы урожай был богатый. Было и такое обычай. С первого мая ходили на реку тайком три ночи подряд. Дожидались рассвета и как только солнышко показывалось, опускали в воду семена. Примета. Первым майским дождем смачивать голову, чтобы волосы росли так же хорошо и быстро, как трава в мае. Когда высаживали семена или растаду, то загадывали желание. И если постатка давала хорошие всходы, значит желание сбудется. Первый день мая холодный, значит конец месяца будет теплый. Второго мая день Иоанна. Дазом честь памяти преподобного отца Иоанна Ветхопещерника. Презрев мирскую жизнь, Иоанн удалился из Отечества и странствовал по разным местам во имя Господа. Наконец он остановился в Ветхой Лавре, которая появилась первой. Обуздывая плотские страсти вожделением, святой Иоанн подражал великим древним постникам, всеночными бдениями, непрестанным памятованием о смерти, достиг совершенного умерщвления плоти и стал ангелом во плоти. Простой народ в этот день почитает не только Иоанна Ветхопещерника, но и Иоанна Война, который известен своим даром находить и наказывать воров. И если у человека что-то пропало сегодня, то он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Войну. И открывалась истина, кто был вором. К Иоанну Ветхопещернику сегодня обращались с молитвой для того, чтобы защитить родных и близких от разного рода бед. Существовала древняя традиция выносить в поле холсты и просить весну о хорошем рожае. Крестьяне кланялись на все стороны света, после чего, обернувшись на восток, говорили, «Вот и тебе, весна, матушка, новая новинка». На разосланные холсты клали испеченный пирог и возвращались домой. Наши предки считали, что весна одевается в новые одежды, полакомится угощением и за это даст им прекрасный урожай конопли и льна. Одевать весну в новое платье есть старая славянская традиция. 2 мая развешивали одежду на кустах или раскладывали на земле, которая поросла молодой травой. Считалось, что сила растущей травы и вешней воды передается холстам, а сила солнца передается человеку через ткань. Приметы. Если сегодня дождливый и пасмутный день, июнь будет сухим и солнечным. Теплая погода сегодня предвещает похолодание в конце месяца. Если первая майская раза с ливнями, молниями и громом придет с юга на теплое лето, если с севера на холодное лето, если с запада к дождливому прохладному лету. 3 мая. День Феодора. Назван в честь памяти преподобного отца Феодора. Он проводил такой строгий образ жизни, что лицом походил на мертвеца. Целыми ночами стоял в молитве. Несмотря на холод и мороз, носил колючую волосяную одежду, за что и был прозван Тарихиною. За свои подвиги получил от Бога власть над бесами. Совершал чудеса не только при жизни, но и после. От его святых мощей истекала благовонная целебная мира, которым излечивались многие болезни и сгонялись бесы. В этот день наши предки общались со своим родом, ходили на могилы предков и общались с родственниками. Старину этот день называли родовыми угодьями или родовыми могилками, окликанием родителей или разговором с умершими предками. И все потому, что именно сегодня умершие родственники тоскуют оболу жизнь и хотят увидеться со своими живущими родными. А также именно сегодня открываются небеса, и души покойных влетают в мир живых. Поэтому на ранней зорке пожилые женщины отправлялись к могилам предков и начинали голосить. «Встаньте, пробудитесь, поглядите на своих детушей, поглядите на нас, сирот, своих домиков, да потешьте словом ласковым». Смысл этих слов заключался в том, что родных просили выглянуть из могил и утешить живущих добрым словом. Старину каждый род имел пристанище, где хоронили предков в земле. Называлась та земля родовым угорьем, красным угорьем, красным холмом. Итак, сегодня на заре земля открывается, и летят души предков в тончайших золотистых оболочках на свет Божий к родным домам, навещают близких. Их ожидают за обеденным столом, который накрывают как можно сытнее, чтобы поглядели души предков, что живет их род хорошо, что не забывается память о прародителях, что семейство, взявшее корни от них, приумножается. В этот день запрещалось ссориться, делать важные дела, устраивать крестины или свадьбы. Это было время предназначено только для поминовения умерших людей. В противном случае можно было навлечь гнев предков. В этот день категорически запрещалось ловить рыбу, которая в данное время металла икру. Приметы. Если вперед вырастает трава, то будет обильный сенокос. Если рожь, то будет богатый урожай. Если много шишек на елях, то богатому урожаю хлеба. Четвертого мая. День прокла назван в честь мученика Прокула. Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ предпочел имя Прокла. Оно было наиболее распространено в крестьянской среде. Во-вторых, как созвучное слово проклятие. И все дело в том, что им на сегодня было принято проклинать и занять нечистую силу. Для этого старики выходили за околицу, поворачивались лицом на запад. Эта сторона света считалась символом тьмы и произносили разнообразные заговоры. В святую старину этот день называли по-разному. Федор Ляльник, Федор Прокун Ляльник. Сегодня старались не работать, а выполнять разнообразные обряды, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и даже погубить ее. Поэтому старейшины проводили обряды по ее изгнанию. Сегодня водили хороводы вокруг яблони. Делали это молодые девушки. Говорили, что они лелеяли, мысленно обращались к чему-либо хорошему, приятному, то есть сделали хорошую погоду. Поэтому этот день прозвали Ляльником. Приметы. Черемуха в этот день начало цвести, лето будет жарким и засушливым. И чем раньше начнет цвести, тем сильнее будет жара. Если цветков на черемухе появилось очень много, лето будет дождливым. Первый гром звучит сильно игулка, это к богатому урожаю хлеба. Если сегодня мелкий дождь идет медленно, к ненастной погоде. Береза опушается раньше установленного срока, лето будет сухим. Если это происходит на клёне, лето будет дождливым. Весной муравей сытый и чистый. Примета предвещающая, что урожай пшеницы богатым будет. Пятого мая. День Луки. В этот день вспоминают святого апостола Луку. Этот день, подавно установленной традицией, начинался с молитвы святому Луке. Именно его в народе считали покровителем смирного счастья и изобилия. В этот день в церковь внесли пироги с зеленым луком. Считая, что имя апостола Луки имеет тот же корень, что и лук. Лук в быту крестьян занимал одно из основных мест. Его не только ели, но и лечились. Практически все болезни вылечивались с помощью лука. В сегодняшний день в старину называли по-разному. Лука, чащобные хороводы и так далее. Именно сегодня начинали сеять лук сего. Но при этом предварительно обращали внимание на погоду. Если солнце утром ясное, то сели. А если погода пасмурна или стоит туман, с посевом лука повременили. Кстати, такая связь этого дня с луком и дала название этому дню. С луком связано множество пословиц и поговорок. Вот некоторые из них. Лук, ацемини, дух. Лук добавили, все исправят. Если есть лук, избавление будет от вечных мук. В этот день проводились профилактические мероприятия, связанные с луком. Например, заваривали луковую шелуху и пили ее отвар в целях борьбы с кишечными паразитами. Также давали этот отвар и домашние скотине. И все потому, что и луковая шелуха обладает свойством уничтожать паразитов. Сегодня молодые жены молились о прибавлении в семействе и счастливом зачатии. Вечером шли в баню, парили ноги в отваре из луковой шелухи. А затем в постельку к мужу. Все эти мероприятия подготавливали женский организм к зачатию. Были прекрасной профилактикой простудным заболеваниям. День заканчивали такой едой, в которой лук был одним из ингредиентов блюд. Что касается названия чащобного хоровода, то это связано с представлением наших предков, что ведьмы в это время рано утром водили особые хороводы. Считалось, что ведьмы это красивые женщины, одна из задач которых соблазнять мужчин. Делалось это для того, чтобы помешать продолжению человеческого рода. Они забирали жизненную силу мужчин, скота, растений, тем самым увеличивая свою мощь. И если замечали, что коровы не доятся, либо очень сложно сбить масло, звали на помощь знахари. Просили, чтобы они убрали происки ведьмы или иной нечистой силы. Приметы. Если ночью заморозки, 40 утренников будут прохладны. 6 мая. День Георгия Победоносца. В этот день вспоминают страдания святого великомученика Георгия Победоносца. В царстве Диоклетиана было решено уничтожить христиан. Георгий смело обличил царя, за что был подвергнут различным мучениям. Его разрезали на вращающемся колесе и думали, что он умр. Но явился ангел Господень, образе юноши прекрасного и ясноликого, озаренного светом, и исцелил Георгия. Георгий предстал перед царем цел и невредим. Считалось, что в этот день наступает весна. А в православной церкви в этот день почитали память святого Егория, Георгия Победоносца. Его считали покровителем полей, поэтому сегодня проводили большое количество обрядов для хорошего урожая. Священники освящали поля водой и произносили молитву. Сей рассаду на Егория будет овощей довольна. А крестьяне молились святому, чтобы уберег лошадей и коров, овец от болезни и мора. Кроме того, Георгия считали покровителем невест. Девицы молились ему о послании хороших женихов. Утренняя роса, только до восхода солнца, в этот день обладает слепной силой. Ее собирали и использовали для лечения болезни и снятия с глаза порчи. Пастухи в этот день впервые выгоняли скот. Крестьяне, в свою очередь, кормили их яичницей, отдали их холстом, деньгами, чтобы они не спали и охраняли стадо. Приметы. В старые времена говорили, если Егорий Великий с теплым утром встречает, то Никола будет с кормом для скота, это 22 мая. А если утро с росой водой, то через полмесяца с травой. На Руси два Егория. Один холодный 9 декабря, другой голодный майский. Примечали, если весенний Егорий с травой, то осенний с мостом, зима устанавливается. Нельзя кричать и ругаться в этот день. Считалось, что может убить грозой. 7 мая. День Савы. Назван через память святого мученика Савы Стратилата. Он безбойзно исповедовал христианство. За это был схвачен. Его оповесили и жестоко били, жили огнем, бросили в котел с кипящей смолой. Но святой, охраняемый невидимой силой Божией, оставался цел и вышел из котла невредимым. Видясь ее чудо, во Христа уверовалось 70 воинов, бывших здесь. Они громко исповедовали себя христианами, за что были усечены мечом и получили внец мученический. Сегодняшний день в народе называли по-разному. Сава Евсея, Евсея в день, Стратилат, Елизавета Чудотворница. Наши предки верили, что в конце первой недели мая на человека нападает маята. Поэтому молились святой Елизавете для того, чтобы избавиться от этой напасти. Святая Елизавета служила Богу, постом и трудами, изнуряя свое тело, и так угодила Богу, что получила от Него дар исцелять недуги людей, не только телесные, но и душевные. Свою молитву она исцеляла всякую телесную болезнь своими жильчами и Боговдохновенными наставлениями врачевала души человеческие, наставляя их к покаянию и ко всяким добродетелям, совершала много чудес. Однажды она умертвила молитвой сврепого змея, в другой раз она исцелила одну женщину, долгое время страдавшего кровопотерием. Также изгоняла нечистых духов из людей, совершала много и других чудес. Чудеса совершались ее не только при жизни, но и после ее блаженной кончины. Сегодня древние славяне проводили многочисленные обряды, чтобы окончательно пробудить землю и принести всем здоровье. Прославляли Мать всех Богов, Майю Златовласку. В ее честь зажигали специальный огонь, символизирующий возвращение летних дней и вращение белого солнцеворота. Проводились обряды опахивания, которые обещали здоровье и удачу. Заключались эти обряды в проведении плугом или сахой борозды вокруг определенного участка земли, чаще всего поселения или дома. При этом наблюдали за тем, чтобы ни один комок не лег во внутреннюю сторону борозды. Во время самой похоты произносили молитвы и заговоры, тем самым как бы отгораживая этот участок от злых сил. Приметы. Если много комаров, жди богатого урожая овса. Если над горизонтом низкие облака повисли, а края у них отчерчены, будет сильная гроза с ветром. Восьмое мая. День Марка. Назов честь святого апостола и евангелиста Марк. Он был из числа семидесяти учеников Господа. Сам был свидетелем-очевидцем некоторых событий из жизни Господа Иисуса Христа. Поэтому он написал Евангелие, в котором излагал события из жизни Господа Иисуса Христа. Написанное Марк отдал на рассмотрение апостолу Петру. И святой Петр своим свидетельством утвердил истину написанного Марком в Евангелии и одобрил его для чтения в церквах. Святого Марка считали повелителем весенних дождей. И если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого рожая. Поэтому крестьяне всегда очень радовались майским морозом. Название дня Марк Ключник возникло по этой же причине. Согласно древним верованиям, апостол Марк имел ключи от неба, которыми он отмыкал его для того, чтобы пролить дождь. Святому Марку сегодня молились о том, чтобы он уберег посевы от засухи. Также просили послать сильные дожди. Даже была такая поговорка. Малый дождик землю грязнит, а вот сильный очищает, урожая прибавляет. Приметы. Кукушка кукует, больше морозов не будет. Высокая радуга в небе в теплой и ясной погоде. Низкая радуга – плохой знак. Если яблони не зацвели к 8 мая, урожая может не быть. 9 мая. День Глафиры. Назван в честь святой праведной Глафиры. Девица Глафиры была целомудренной и праведной христианкой. Находилась в услужении у супруги императора Ликиния. Узнав о нечистых намеренных развратного императора, она бежала в другую местность, где проживала под защитой и охранением епископа Василия. Вытребованная Ликием для наказания, она отправилась к нему вместе с епископом Василием, но по дороге скончалась и отошла в обители небесные. Этот день в старину был известен тем, что сажали горох. Причем не просто сажали, а еще и заговаривали на богатый урожай. Также считали, что это лучший день и для посадки картофеля. Этот день, как и многие другие, носил самые разные названия. Глафира Горошница, Горошница, Степанов день, Степан равнопашец. Поэтому, почему назван этот день в честь Глафиры и Гороха, мы уже знаем. В этот же день поминались и святого отца Стефана, и епископа Пермского. В народе имя Стефан преобразовалось в Степана. В то далекое время Пермская земля не была просвещена еще святым крещением и предавалось всецело идолопоклонству. Степан изучил пермский язык, греческий, и привел народ живших на этих землях к праведной вере. Что касается слова равнопашец, то для центральных и северных областей России спахивание земли в это время считалось ранним. Это и послужило к такому названию. Кстати, для того, чтобы горох уродился обильно, его сеют только при южном ветре. Если посеют при северном ветре, то он жидок да редок будет. Если при западном, уродится мелким. При восточном, в горохе червью заведутся, и он погниет. Приметы. Если сегодня день ясный, утром много росы к богатому урожаю огурцов. Утренний мороз в этот день обещает заморозки через неделю. Если эта предмета сбывается, то это к теплой осени. 10 мая. День Симеона. Назван в честь святого апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Симеон был причислен к лику семидесяти святых апостолов и наравне с другими проповедовал учения Христова, переходя из города в город, наставляя и творя чудеса, просвещая народы в истинах святой веры и изобличая языческое идолослужение. Святой Симеон, уже достигший столетнего возраста, схвачен был нечестивыми язычниками и после долгих мучений был распят на кресте. В народе этот день называли Симеоном равнопашцем и добавляли поговорки. Рано пар паши, урожаи будут хороши. Рано паши, не ленись, будешь с богатым урожаем. В эти майские дни начинали вспахивать поля, работали в огородах и садах. Сели хлеб только в прогретую теплую землю. Температуру определяли просто, положив к земле ладонь. И если она теплая, то проводили посев. В холодной земле семена могут сгнить, а потому с посадкой предпочитали подождать. В народе существовало мера в том, что если сегодня хорошая теплая погода, то она обязательно принесет выздоровление больному человеку. Приметы. Если гром прогремел до сегодня, поют жауринки, лес зазеленел и лягушки квакают в болотах, пришла пора землю пахать. Сильный дождь сегодня верная примета к урожаю ржи. Листья березы полностью развернулись, следует сажать картофель. 11 мая. День Максима. На замчесть страдали святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана. Во времена царственных императоров Диокалитиана и Максимиана началось сильное гонение на христиан. Максима принуждали к поклонению ложным богам. Он отказался. В тюрьме ангел укрепил его. В последующем наместники императоров приказали связать их, растянуть на земле и бить. Мученики все стерпели и смело возражали мучителям, за что были обезглавлены. Старину этот день называли по-разному. Максимов день. Максисон. Максим. Иосон. Максим береза сок. Наши предки считали, что в этот день теплый майский ветерок приносит здоровье. Его даже собирали в ладонки и носили на шеи, как и крестики. Ясон, равных боговетров Эола, был отдан на воспитание кентавру Херону, который научил его искусству врачевания. В этот день старались лечить больных от весенних лихорадок. Для этого использовали травы, подорожник, крапиву, математику и в особенности березовый сок. Предварительно больных купали в дождевой воде или старались натирать мартовским снегом, который специально заготавливали для этого. Лечение проводили только в ясную и солнечную погоду, которая предвещала полное выздоровление и продление жизни. Ненастная погода этого не предвещала, поэтому никакого лечения и обрядов не проводили. Березовый сок считали отличным средством для лечения отеков, артрита, цинги, малокровия, подагры и фрункулеза. Считалось, что наиболее целебный сок можно добыть сегодня с верхушек березы. Примета. На восходе солнца в небе нет ни единого облачка. Предвещает жаркое лето. Если сегодня южный ветер дует, предвещает много летних гроз. Рябина зацвела рано к богатому рожаю овса. Если поздно зацвели одуванчики, это к засушливому лету. Если первый майский гром на Максима погремел утром, лето будет умеренно. Если в полдень, к теплому лету. А если в полдень с южной стороны придет, еще и плодородное. Если гром под вечер, к теплому лету, но холодной осени. 12 мая. День девяти мучеников. Назван в честь памяти святых девяти мучеников в кизике пострадавших. Во время гонения на веру христианскую, девять святых мучеников, доблестных мужей, твердых во святой вере и коревших ревностью о Господе, смело проповедовали свое учение. Имена их следующие. Феогний, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодор, Фавмасий и Филимон. Были схвачены, подвергнуты различным мукам, но не отреклись. За это были обезглавлены. Наши предки верили, что в этот день заговоры обладают наибольшей силой. Поэтому этот день считался днем целителей и исцеления. Лечение заключалось в применении трав, заговоров и молитв. Согласно легенде, перед тем, как создать человека, Бог его нарисовал на песке. Появился дьявол и проделал в рисунке 77 дырок в виде ран. Бог сказал нечистому, что создаст 11 целебных трав от этих 77 ран. Согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями, но для каждой из них найдется своя травка, из которой можно приготовить лечебное средство. Важно собрать растения во время их наивысшей целебной силы. И сегодняшний день был именно таким. День сбора трав и приготовления из них с надоби. Для исцеления больных людей сегодня обращаются также к 9 мученикам и просят их. Например, знахари отправлялись к больным и нашептывали им имена мучеников. Это гарантировало поддержку святых и выздоровление. Также считали их толкователями сноу и избавителями от оспы. Интересно также, если человек рожден в этот день, то ему предстоит пройти 9 разнообразных испытаний. В это время начинали лечить людей, пораженных весенними лихорадками, чтобы болезни не осушили человеческую кровь, не ходили по жилам, не вызывали опухоли, не воротили суставов и не ломили кости. В народе говорили, что сегодняшние обряды проводят для того, чтобы был крестьянин от воды, бел досветил, а от земли чист. Приметы. Звездное небо сегодня ночью предвещает богатый урожай. Если появилось много майских жилков, это к засухе. 13 мая. День апостола Иакова. Назван в честь святого апостола Иакова Зеведеева. Святой Иаков, сын Зеведеев и брат святого евангелиста Иоанна Богослова был одним из двенадцати апостолов, избранных господом, ученики себе из простых рыбарей. Иакова Зеведееву и Иоанну, а также апостолу Петру. Господь преимущественно перед всеми другими апостолами открывал свои божественные свойства и свои тайны, когда пожелал показать славу своего божества. Если в этот день предстояла дальняя дорога, то надо было искупаться в воде из растаявшего мартовского снега. Это служило своеобразным оберегом, потому что считалось, что с этого дня на чужой стороне бродят весенние болезни, и только мартовская вода поможет от них защититься. Существовало поверье, что болезни запираются в снежные горы и находятся там до оттепелей. И как только солнце отогревает землю, а снег таял, весенние лихорадки разбегались по свету и нападали на неосторожных людей. А вода из мартовского снега служила защитой. В месяц май предпочитали не жениться. Существовала поговорка «В мае женишься, всю жизнь маяться будешь». И наши предки всегда следовали данному правилу. Приметы. Из березы много сока течет, много будет летних дождей. Если в канун Иакова дня ночь стояла теплая и звездная, жди урожай. Ясный восход солнца предвещал жаркое сухое лето. 14 мая. День Иеремии. Назван в честь святого пророка Иеремии. Святой Иеремии был девственником продолжения всей своей жизни. На призыв от Господа к пророчеству в юном возрасте он выразил свое смущение. Господь ободрил его и, одаря его разумом человека взрослого и совершенного, сказал, «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что я повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавить тебя». В народе этот день называли по-разному. Иеремий – яремник, пролетие, запашник, иеремий – запрягальник, иеремник – засеватель. Все эти названия отражали особенности этого дня. Ведь на Иеремии проводилось большое количество посевных работ. Тем более, что погода устанавливалась теплой, а лето уже совсем близко. Поэтому и давали название этому дню пролетием. В православной церкви отмечали день святого Иеремии, который в народе был известен как запашник. А 13 июня отмечали день Иеремии запрягальника. С этого времени и по 13 июня длились наиболее тяжелые и изнурительные земледельческие работы. В этот период крестьяне просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить урожай. В народе было верование, что сам Иеремия в этот день запрягает небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам. Такое верование появилось потому, что Иеремия созвучна со словом «ярмо». И в дни, когда делал пророчества по велению Бога, он носил узы древянные и клады. С первой ростой крестьяне выходили в поле сеять. Перед этим они обязательно служили в молебель пророку Иеремию. А вступив на поле, обращались с молитвой на каждую сторону света. Приметы. Если облачная погода, то зима придет рано, с сильными морозами. Нельзя сегодня давать взамен зерна и семена. Урожая может не быть. Вечерняя роса говорит о завтрашнем ясном дне. Пшеницу и яровую рожь лучше рекомендуют сеять в полнолунии, а овес за два дня до или после него. 15 мая. День Бориса и Глеба. Назвом честь святых мучеников Бориса и Глеба, князей русских, Святой Владимир, просветивший святым крещением всю землю русскую, имел 12 сыновей. Не от одной из жены, но от разных. От болгариней Бориса и Глеба. И посадил их отец на княжество Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме. Оба брата мученически погибли от рук окаянного святополка, их сводного брата от гречанки, который хотел захватить престол в Киеве. Этот день в народе называли соловьиными праздниками. Считалось, что 15 мая соловьи начинают петь, и тот, кто услышит утром соловья, тот целый год будет счастливым. В этот день начинали сеять хлеб, была даже пословица на Бориса и Глеба, успей посеять хлеба. Вообще этот день был известен и под другими названиями. Свистопляски, свистунья, соловьиный праздник, а также барыш день, барыш день. И все потому, что святого Бориса в народе называли барышником. Народ отмечал этот день в надежде получить прибыль барыш. В эти дни сеяли огурцы и тыкву. А чтобы урожай овощей был богат, перед посевом зарывали в землю палец и молились. Это традиция связанная со святой мученицей Маврой, которой отрубили пальцы рук. Когда же сажали семена, напротив молчали. Приметы. Если соловей весь день громко поет, провожает весну и встречает лето. Кто при пении соловья рубаху скинет, того блохи кусать не будут. Ясный заход солнца в этот день, лето будет ясным, сухим. Если услышишь соловья раньше кукушки, счастливо проведешь все лето. 16 мая день Мавры, назван в честь святых мучеников Тимофей и Мавры. Это христиальный муж и жена. Тимофей был схвачен язычниками, его повесили вниз головой, привязав к шее камень. А в рот засунул кусок дерева для усиления страданий. Затем привели жену Мавру, чтобы она отговорила. Но она твердо приняла сторону мужа. За это ей вырвали волосы, потом отсекли пальцы на руках, затем бросили в кипящую воду. Но это не повредило ей. Были распяты с мужем на крестах. В старину этот день был известен под большим количеством названий. Мавра, Марфа, Марьюшка, Зеленый щи, Рассадница, Молочница, Тимофей, Коровьи и Заботницы и так далее. Народ давно подметил, что с этого дня у коров молоко прибавляется. Все радовались этому, поскольку в старину молоко было одним из основных продуктов питания. В этот день целебной силой наделяли крапиву. Из нее варили щи, а также их листали друг друга крапивой, чтобы весь год быть защищенными от болезни. Вот откуда и название «Зеленые щи». Сегодня знахари собирают целебные травы и готовят из них снадобья. Но и более простым и целебным считался настой из молодой крапивы. Им лечились от большого количества болезней. Что касается названия «Рассадница», то в этот день крестьяне много работали в огороде, чтобы овощи дали богатый урожай. Отсюда пошло и название «Марфа-Рассадница». Перед посадкой овощную рассаду обрызывали святой водой, так как считали, что она защищает ее от вредителей. При этом говорили «Благослови Господи и дай урожай». Марфу увеличали молочной, потому что коровы к этому времени наедались молоденькой, сочной травой и давали вкусное густое молоко. Пастухи сегодня варили мавринскую кашу из молока прямо в поле. Считалось, что такая еда дает организму силы здоровья. Так как в огородах уже вырастала молодая зелень, то варили щи не из сквашины, а из свежей капусты. Отсюда и название этого дня «Зеленые щи». Приметы. Нельзя сажать капусту в четверг, даже если он приходится на рассадницу. Ее испортят вредители. Большая роса утром к урожаю огурцов. 17 мая. День Пелагии. Назван в честь святой мученицы девицы Пелагии. Пелагия, знатная рода, славная богатством и красотою, преисполненная страха Божия и целомудрия, решилась уневеститься небесному, бессмертному, нетленному жениху. Однако царь пожелал взять ее замуж, она отказала, объяснив причину. Тогда ее захотели посламить, сорвав одежды. Пелагия, не дожидаясь насилия, сама скинула себе одежды и вошла внутрь раскаленного медного вола, славя бога. Православные церкви в этот день почитают память святой Пелагии, которую считали заступницей невинных девушек и птиц. Отсюда и название этого дня – Пелагия заступница. К ней обращались, если требовалась помощь невинным людям. С этого дня начинались регулярные майские грозы. Сегодня крестьяне заготовляли материал – клен, березу или липу, которые использовали для изготовления деревянных ложек. Поэтому этот день имеет название Баклушник. И что интересно, именно ложки являлись символом зажиточности и сытости. Поэтому их украшали причудливой росписью и резьбой. Также дарили, и это считалось очень престижным. Деревянные ложки носили с собой, сложив их в специальный футляр. Простолюдины могли носить ложки в сапоге или за поясом. Огородники сегодня должны отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого делали специальный оберег. Помещали в натреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем. Приметы. Если майских жуков много, это к засухе. Появились сырежки на цветущих кленах, можно сажать свеклу. Если зацвел терм, вторая половина мая будет холодной. С этого дня начинает зеленеть дуб, зацветает вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника. 18 мая. День Ирины. Назван в честь святой великомученицы Ирины. В 12 лет ее решили выдать замуж. Но она уже была избрана Богом, остаться Девою и послужить примером тысячам людей. Об этом ей во сне сказал ангел. После этого ее обручил ученик апостола Павла в вере христианской. Она стала каждый день поститься до вечера. Вечером съедала небольшой кусок хлеба и выпивала одну чашку воды. Отдыхала недолго на голой земле. День и ночь проводила в молитвах к Богу. Немного о подвигах святой Ирины. Ее родной отец, князь той местности, приказал ей принести жертву языческим богам. Она отказалась. Князь, родной отец, приказал ее затоптать конями. Когда приказания начали исполнять, пришел он сам, чтобы видеть смерть ее. Но один, самый свирепый конь, оторвался от привязи, бросился на отца и, схватив его правую руку, вырвал ее из плеч, затоптал до смерти князя. Конь же, убивший отца, по Божию повелению возопил человеческим голосом, так ублажая святую мученицу. Блаженна ты, голубица Христова, поправшая змея. Славна ты на земле и будешь с любовью принята на небе. Ты будешь ликовать среди праведных. Тебя ждет свет вечный и чертог бессмертного жениха, как мудрую и мужественную девицу. Будучи женщиной по природе, ты выказываешь храбрость воина. Когда со святой Ириной сняты были узы, она воскресила молитву своего мертвого отца и исцелила его руку. Видя такое чудо, уверовали во Христа князь-княгиню и много народа. Ее пытались перепилить пилой, не получилось. Привязали к мельничному колесу, чтобы оно в своем вращении истерзало ее. Но когда пустили воду под колесо, вода остановилась. Далее были ослеплены по ее молитве враги, хотевшие погубить ее город. Вообще ее укрепил в вере сам Христос и в теле забрал в Царствие Небесное. В народе Тедене звали днем Арины Рассадницы. Крестьяне продолжали производить посадку овощей. Высаживая капустную рассаду, приговаривали. Не будь голенаста, будь пузаста. Не будь пустая, будь тугая. Не будь красна, будь вкусна. Не будь стара, будь молода. Не будь мала, будь велика. Приметы. Если рассада много воды впитывает, будет сухой покос. Если почва не убирает себе в воду лето, будет дождливым. Кошка траву ест, значит скоро дождь пойдет. Много хвоща полевого, будет богатый урожай овса. 19 мая. День Иова. Назван в честь святого праведного и многострадального Иова. Он по рождению своему происходил из племени Авраамова. Жил он в Аравии. Местом пребывания его была земля Хус, которую населяли потомки Уца, племянника Авраама, сына первенца Нахора, брата Авраамова. Иов был человеком истины и отличался безукоризненным поведением, справедливостью, с доброжелательством ко всем и благотворительностью. А более всего боялся Бога. В народе этот день называли по-разному. День Иова, Горошника, Рассенника, Огородника. В это время по утрам часто выпадала роса. Отсюда название Рассенник. Причем сегодняшняя роса считалась целебной. Если на Иова росы много, то будет хороший урожай огурцов. Сегодня старались сажать горох, тыкв, бобы и другие овощи. По той причине говорили, что наступил день Иова Горошника, Огородника. Горох высаживали на заходящее солнце, на сырую землю при убывающей луне. Учитывали ветер. Если он дует с севера, говорили, что горох будет жестким. Юго-западный или западный ветер, горох будет мелким и червивым. Пассивы обычно сопровождались заговорами. Сажали семена на закате, чтобы птицы их не поклевали. Считалось, что урожай будет богатым, если семена сажают женщины. Примета. Большая роса и ясная погода к большому урожаю огурцов. Нет утренней росы, жди перемены погоды. 20 мая. День купальницы. Церковь в этот день вспоминает явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Крест был из света и протяжен над Голгофой до горы Елеонской. То есть около двух километров двухсот метров. Крест был виден всеми жителями той местности в течение всего дня. А свет его был сильнее света солнечных лучей. Народ толпами спешил в храмы на молитву. Многие иудеи и язычники обратились в сферу Христову на основании этого небесного явления. В народе этот день прозвали Купальница, поскольку вода в этот день набиралась особой солнечной энергии и обладала целебными свойствами. И события, связанные с явлением Креста из света, объясняют это явление. Итак, наши предки выставляли на улице ведра с водой и считали, что вода заряжается чудодейственной солнечной энергией. Этой водой обмывались от разных хвороб. Целебной становилась и вода в реках. Поэтому сегодня лошадей прогоняли по реке, поели их солнечной водой, чтобы они были здоровыми и бодрыми в течение всего года. Продолжаются посевные работы. Сажали сегодня морковь и считали, что когда она вырастет, будет долго храниться. Приметы. Если сегодня дождливый день, сентябрь будет теплым. Молодая луна в небе, нужно сажать овощи, чтобы получить богатый урожай. Если у месяца рога вниз смотрят, будет теплая погода. Месяц красного цвета предвещает дождливую погоду. Если в этот день в саду зацвела калина, значит пришла пора высевать на грядке огурцы, тыкву, бобы, сеять в поле кукурузу. 21 мая. День Иоанна Богослова. Назван в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он дожил до столетнего возраста и был похоронен. Христиане после его смерти раскопали могилу, но не нашли тела. Однако каждый год в этот день от гроба апостола исходил некий тонкий прах, творивший исцеление. Верующие собирали этот прах и врачевали им различные недуги и болезни. Поэтому вошло в обычай в этот день восхвалять и ублажать песнопениями великого угодника Божия. Сегодня пекли специальные пироги, которые не ели, а раздавали прохожим. А перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб. Если попадался какой-нибудь бедняк или странник, это считалось счастьем и милостью Божией. Если же прохожих не было, то чтобы не накликать беду, скармливали пирог птицам, произнося специальные заговоры. Прогневил я Господа Создателя на старости лет. Не послал мне доброго человека разделить хлеб трудовой. Не в угоду его святой милости было накормить мне горемычного, пристоми усладить мне старого старика безвременицы. А и как-то будет мне на мир Божий глядеть, на добрых людей смотреть. А и как-то мне будет за хлеб приниматься. Сегодня продолжались работы в поле, приметы. Если день погожий, летом грибов немного будет. Если дождливый, грибов будет много. Черемуха обильно цветет, лето будет дождливое. Если вспахать землю во время последней четверти лунного цикла, это 22-28 лунные сутки, то поле будет чистым и без сорной травы. Небо вечером окрашивается в красный цвет. Погода будет хорошей. Близнецы. 22 мая-21 июня. В этот период проявите заботу о плечах и руках. 22 мая. День Николая, святителя и чудотворца. В этот день, в 1087 году, были перенесены мощи святителя Николая. Город, в котором был похоронен святитель Николай, был захвачен варварами, которые никого не щадили. Мощи были перенесены в город Бари, который находится на юге итальянского полуострова. Сразу же после прибытия мощей стали твориться чудеса. В первый же день исцелились 47 больных, мужей и жен, одержимых различными недугами. В народе этот день называли по-разному. День Николы-чудотворца. День Николы-вешнева. Николы-теплого. И это был один из главных праздников на Руси. Православный народ считал своим заступником и покровителем именно Николая-чудотворца. Особенно помогал он мореплавателям и путешественникам. И в этот особый день к святому Николаю обращались за помощью в избавлении от различного рода бед. Сегодня отправлялись в церковь и молили Николая-чудотворца. Святой Никола-угодник, помоги мне, святой чудотворец, покрой меня своим чудом и сохрани от всех несчастье. Святой Николай спасал от бед детей, покровительствовал молодым парам, предотвращал пожары на хлебных полях, защищал от воров. Обязательно старались в этот день накормить обездоленных людей, чтобы самим в течение года не голодать. Святому Николаю сегодня молились о здравии лошадей. Считалось, что если этого не сделать, то бесовская сила станет кататься на них и заездит до смерти. А если сегодня видели, что лошадь вздрагивает, то обязательно говорили «Кыш-кыш, нечистая сила». С этого дня начинали выгонять коней в ночное. Подростки лет по 15-17 собирались вместе и вечером гнали лошадей пастись всю ночь. Так юноши вступали во взрослую жизнь. Старались не купаться в реке до сегодняшнего дня, считая это большим грехом. Приметы. Если на следующий день после Никола идет дождь, лето будет дождливым и холодным. Сегодня утром нужно было умыться первой росой, чтобы в течение года быть здоровым. В старину в этот день начинали сажать картофель. Считалось, что посаженный сегодня он не только даст хороший урожай, но его плоды будут обладать целебной силой. 23 мая. День Симона Зилота. Назван в честь святого апостола Симона Зилота. Именно на свадьбе Симона, когда недоставала вина, Господь притворил воду в вино. Будучи поражен этим чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа, как Бога истинного, и оставив брачное торжество, и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом. Поэтому он и был прозван Зилотом или Ревнителем, так как разжегся столь великой ревностью, что оставила ради любви к Христу свою невесту. Считается, что именно к сегодняшнему дню травы накапливают наибольшую целебную силу. А Симона Зилота считали покровителем травы. Поэтому знахари в этот день собирают травы в лесу, чтобы готовить из них целебные снадобья. Кстати, лечебные травы сегодня собирали в одиночестве. Прежде чем сорвать, произносили специальные заговоры, стоя перед растением на коленях. В течение всего сбора трав обязательно читали Отче наш и Богородицу. Наиболее целебные свойства растений сохранились только у тех людей, которые делали сбор исключительно с чистыми помыслами. Для этого предварительно парились в бане, надевали чистые вещи и не думали о плохом и корыстном, отправлялись на сбор трав. Травы не срывали голыми руками, а использовали чистые платки и полотенца, чтобы целебная сила растений не пропала, а осталась. Собранные травы сортировали по видам, собирали в пучки и вешали сушиться на чердак. Этот день благоприятен для закладки и поиска кладов. И для этого надо было помолиться Симону Зилоту. Если клад хоронили, то чтобы он не достался чужому человеку, могли при помощи специальных заговоров завещать клад конкретному человеку, оставив ему указание, где его искать. Было так, что клады зарывали на определенное количество голов. Если клад заговорен на 20 голов, то найдет его только 21 человек. На земле сегодня не работали, поскольку считали ее именинницей. Поэтому бередить землю лопатой, бараной и даже вбивать колышки было строго запрещено и считалось большим грехом. Землю сегодня берегли и молились о хорошем урожае. Приметы. Если сегодня идет дождь, лето будет ненастным. 24 мая. День Мокия Мокрого. Назвен в честь святого священномученица Мокия. Во время гонений на христиан проживал пресвитер христианский Мокий. Он смело выступал против поклонения языческим богам. За это святого Мокия повесили на мучилищном дереве и строгали тело его от головы до ног железными орудиями. Потом бросили в печь, но огонь только спалил мучителей, стоявших рядом. Далее были выпущены два голодных льва, но и они не причинили ему вреда. Обычно на Мокию день предсказывали погоду на все лето. В народе день назвали по-разному. Мокий Мокрый, Мокеев День, Мокрый День и так далее. В этот день крестьяне избегали работы на поле, чтобы град не побил молодые пассивы. Было поверье, что сегодня наступает праздник царя Града, бога Громоверца, который с неба мечет град. На Мокия принято было вспоминать всех людей, которые оставили после себя добрую память. Приметы. В дождливой погоде сегодня указано то, что лето будет таким же. И говорили, если небо прохудится, то все лето будет дождик литься. Багряный восход к розовому лету. Утром туман, лето дождливым будет. 25 мая. День Епифания. Назван в честь святого отца Епифания, архиепископа Кипрского. Он был евреем, но повстречавшись с христианином Клеовием, уверовал во Христа. Случилось это так. Мать попросила продать упрямого осла. Отшел по дороге, сбросил отрока Епифания. Он не мог встать и лежал горько плача. Клеовий подошел к нему, ощупал бедро и перекрестил его трижды. Точа же Епифаний выздоровел и встал. Затем Клеопий обратился к ослу и молитвой умертвил его. День был известен тем, что люди в старину произносили заговоры от пожаров и молнии, поскольку в это время было много гроз. На прудах и озерах к этому времени распускались белые кувшинки. Кувшинку называли «одолень травой» и считали, что она помогает излечиться от большого количества заболеваний. И даже избавляет человеческие души, очищает дома от нечисти. Также считали, что они связаны с русалками. Ночью водят хороводы, а днем превращаются в цветы. Отвар кувшинки «одолень» использовали, чтобы лечить зубную боль и отравление. Собирали кувшинку в строго определенное время и при этом обязательно затыкали уши. Перед тем, как сорвать, ласково разговаривали с ней, потом быстро срывали цветок. Острым срезать кувшинку было нельзя, так как считалось, что стебель истекает кровью, и это убьет русалку, за что другие русалки могут на дно утащить. Когда отправлялись в дальнюю дорогу, кувшинку обязательно брали с собой. А в ночь перед путешествием обязательно произносили специальный загор, и только потом можно было отправляться в путни, думая о неприятностях. Сегодня девушки надевали сарафаны красного цвета и отправлялись водить хороводы вокруг рыбины. Это неспроста, так как рыбину в древности наделяли магической силой и считали оберегом. Рябина защищала человека от несчастья, сглаза, помогала найти путь домой, и ее всегда старались посадить недалеко от дома. Приметы. В этот день в воду ставили ветку рыбины. Чем дольше она простоит, тем более удачлив будет человек. Если заблудился в лесу, сорви ветку рыбины, и она поможет найти путь. Теплое и солнечное утро без дождей, и лето будет сухим. Пожароопасно. 26 мая. День Гликерии. Назван в честь святой мученицы Гликерии. На одном из языческих праздников она смело стала обличать в идолопоклонстве, а затем разрушила их капище с помощью молитвы. За это ее повесили за волосы на мучилищном дереве и строгали железными ногтями тело. Потом били в лицо, бросали в раскаленную печь, но ничего не повредило. Ангел исцелил ее, восстановил ее кожу, содранную мучителями, так что на лице святой не было видно совершенно никаких ран. Старину этому дню народ дал разное название. Лукерия, гречишница, лукошница, комарница, лукша. Продолжался благоприятный период для сбора целебных травм. Продолжались работы и в поле. К этому времени появлялись комары. В народе существовало очень много добрых примет, связанных с комарами. Например, сегодня их нельзя было убивать, чтобы не явилось еще больше. Приметы. Если на лукерию комары появились, значит хорошая погода прочно установилась. А обилие комаров к обилию грибов. Комаров нет, значит в мае дождей не будет. Если комары крупные, год будет очень удачным. 27 мая. День Исидора. Назван в честь святого мученика Исидора. Будучи христианином, он отказался принести жертву идолов. Его растянули и жестоко били. Потом отрезали язык. Однако святой и после отрезания языка говорил достаточно отчетливо, прославляя Христа, Бога истинного. Воевода, который приказал это сделать, от страха пал на землю и сделался немым. Тогда решено было отсечь святому голову, на что Исидор с радостью согласился. Имя Исидор у наших предков трансформировалось в Сидора. Считалось, что с этого времени начинает постепенно устанавливаться настоящая летняя погода. В этот день начинали сажать лен. Гадали, удастся ли в этом году собрать урожай. Для этого вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели. Если она оставалась мокрой, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов и наоборот. Если сегодня увидите ласточку, то нужно обязательно умыться молоком. Это позволит сохранить молодость и красоту. Существовало верование, что на Сидора, Сивера ветер уходит на Сивер, а вместе с этим оканчивается тяжелый период работы в полях. Сегодня можно было заговаривать богатство для семьи. Для этого сегодня собирали семена сухого прошлогоднего лопуха и бросали их через левое плечо, произнося загор. Как вы, лопухи, сами сеетесь, растете и размножаетесь, так, чтобы и деньги мои росли и размножались. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Приметы. Холодная погода в этот день, лето холодным будет. Прилетели стрижи, теплые дни впереди. Ласточки рано прилетели к удачливому году. Если день ясный, то будет хороший урожай огурцов. Если утро холодно, а день пасмурный, и к вечеру пророснится, то посеянный в этот день может пропасть. 28 мая. День Пахомия Великого. Назван в честь преподобного отца Пахомия Великого. Он был язычником, но по убеждению пришел к вере Христовой. Вел очень строгую подвижническую жизнь. Он молился в летний зной, воздавая руки к небу, и не позволял себе опустить их. Иногда покрывался даже грязью от обильного пота, падавшего с его тела. Постился, бодрствовал по ночам. В дальнейшем он на пустынном месте основал обитель и стал наставлять приходящих вере Христовой. Когда Пахомий, желая стать монаха, пришел к славному старцу Паламону, то услышал от него предостережение. Я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеская. Вот она. Во всякое время мы бодрствуем половину ночи, размышляя о Слове Божьем. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера в продолжении летнего времени, а зимою мы постимся по два дня подряд или по три. Правила общих молитв. 60 раз молиться днем и 60 раз ночью. Кроме тех молитв, кои мы творим в каждом мгновении и коих счета мы не знаем. Что касается народа, то этот день прозвали Бакагреем или теплым, поскольку сейчас устанавливалась летняя погода. С этим днем связано большое количество поговорок. На Пахома тепло, все лето теплое. Пришел Пахом, запахло теплом. Приметы. Если на Пахома погода теплая, то можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улом. Если сегодня Багряный восход, лето будет жарко, с пожарами. 29 мая. День Феодора Освященного. Назван в честь преподобного отца Феодора Освященного, ученика Пахомева. Лет с 12 его родители приготовили прекрасное кушанье, поставили различные вина, во всех комнатах расслали ковры. Юный Феодор, увидев торжественную обстановку дома и роскошный стол, пришел в сильное смущение от мысли. Если ты будешь есть эти кушанье, то Бог не дарует тебе благ будущей жизни. Впоследствии он уходит в монастырь к отцу Пахомию. На роде этот день прозвали житником. Крестьяне говорили, у житника одна забота – поле ячменно заборонить. Сегодня традиционно готовили ячную, пшонную, манную или гречную кашу и молились о хорошем урожае зерновых. Считалось, если сегодня каша будет на столе, то урожаи будут богаты. Приметы. Зацвела рябина, скоро наступит жара. Рябина поздно зацвела, в продолжительной и суровой осени. Много цветов на рябине, к хорошему урожаю овса и льна. 30 мая – день Евдокии. Она была дочерью Суздальского князя. С младенческих лет воспитанная в духе христианского благочестия. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был залогом союза и мира между московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям княгине Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгине и ее супруг сочетались с подвигами поста и молитвы. В народе верили, что по этому дню можно судить, каким будет лето. Как правило, в это время дует достаточно сильный ветер. Читалось, к этому дню появляется большое количество змей, и надо соблюдать осторожность, отправляясь в леса или поля. В православной церкви также почитали святого Ондрона. Согласно однородным верованиям, он является сторожем небесных ворот. Для того, чтобы пошел дождь, молились ему. Приметы. Если идет дождь на растущую луну, лето будет дождливым. Если дует северный ветер, лето будет холодным. Если яблони, сирени и рябини в цвету, иди на рыбалку, будет хороший клев. 31 мая. День Феодота. Назвен в честь святого мученика Феодота. Еще задолго до своего мученического подвига, святой творил много добрых дел. Он смирно боролся против вожделений плотских, хотя и пребывал в законном супружестве, но вел борьбу с плотью своей, покоряя ее духу. Считал пост началом и основанием всякого благого дела. Умерщвление тела считал обязанностью каждого христианина. Жажду богатств святой побеждал, устребной раздачей всех своих богатств нищим. Этот день славяне связывали с дубом. Дуб был символом могущества, чистоты, славы и веры. Впоследствии из дуба стали строить церкви. Рубить дуб считалось большим грехом. Его валили в строго определенное время, объединивших всем селом, для того, чтобы разделить тяжесть греха. Под дубом проводились свадебные церемонии. Молодые шли к дубу, взявшись за руки, после чего три раза обходили дерево вокруг. После этого их брачный союз считался священным. Православную церковь почитали памяти мученика Федота и семи дев. Федота на Руси считали помощником весны. В народе говорили, придет Федот, последний дуб лист расцветет. Если на Федота дуб разворачивал листья, это к богатому рожаю. Сегодня старались посеять лен, при этом приговаривали, сеять лен у семи ален. Приметы. Если дуб распустил листья раньше ясени, лето будет засушливым. На дубе листья развернулись и стали быстро расти к хорошему клеву щуке. Замечали. За сырым маем чаще всего следует сухой июнь. Туманы в мае к плодородию, грозы к обилию, а горад к неурожайному лету. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Продолжение следует...